Доброго осеннего утра! Вот и закончилось цветущее лето, которое радовало нас радужной палитрой красок и цветов. Но, к сожалению, живые цветы недолговечны, а так хочется продлить им жизнь. Выход есть! Можно законсервировать их в глицерине. Законсервированные цветы останутся гибкими, с виду свежими, лишь немного поменяют первоначальный окрас. Такой материал может сохранять свои качества в течение двух-трех лет. Ну что ж, начнем! Для создания композиции нам понадобятся цветы, декор и прозрачная емкость, ваза или обыкновенная бутылочка. Емкость предварительно необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать кипятком. Подготовим наши цветочки. Для этого наискосок срезаем стебли и удаляем нижние листья. Затем расщепляем стебли на 3-5 сантиметров. Так раствор будет проникать глубже. Цветы готовы для консервирования. Можно укладывать их в емкость. На дно кладем элементы декора. Затем раскладываем цветы в произвольном порядке и заливаем раствором. Для раствора нам понадобится глицерин и горячая вода. Не пугайтесь, если цветы начнут всплывать. Спустя время они обязательно опустятся на дно емкости. По желанию емкость можно накрыть крышечкой. И обвязать ленточкой. Чтобы цветы полностью впитались глицериновым раствором, вам понадобится время. Где-то от двух недель и до двух месяцев. Но и даже до полного результата этой красотой уже можно наслаждаться. Результат восхищает. Законсервированные цветы выглядят потрясающе. А если у вас есть свои секреты ведения домашнего хозяйства, либо, напротив, вы столкнулись с неразрешимой бытовой проблемой, незамедлительно пишите к нам в редакцию. А на сегодня это все чудеса изобретательности в домашних условиях. Обязательно повторите это самостоятельно. И помните, хорошая хозяйка и не рождается, ею становится. Мария Кронта, Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения.